На соборной площади Омска Выступление творческих коллективов национального культурно-спортивного объединения Омский дом дружбы С напутственным словом к спортсменам и зрителям обратились губернатор Омской области Александр Бурков, мэр Омска Оксана Фадина и руководитель проекта международной ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность увидеть гоночную технику, которая будет участвовать в ралли А завтра вживую наблюдать за стартом профессиональных экипажей из многих стран мира Участников ралли в нашем регионе ждут интересные скоростные отрезки, которые пройдут по территории трех районов Пусть Омская земля зарядит энергией перед более сложными участками пути с болотами, горами и пустыней всех спортсменов Кульминацией праздника стала презентация участников ралли и красочный парад новейшей техники Среди фаворитов гонки звезды мирового авто и мотоспорта Гонщик из Ботсваны, Росбранча, лидер в зачете чемпионата мира по мотокроссу Пилот из Саудовской Аравии Езид Аль Раджи выигрывал ралли в 2018 году Спортсмены знаменитой российской команды грузовиков КамАЗ Мастер держат пальму первенства уже 7 гонок к ряду В этом году в ралли выступали сразу несколько машин, в том числе и чемпионский экипаж во главе с Антоном Шибаловым Ожидаем, что будут интересные степные плюс лесные дорожки, это здесь в Омской области и дальше еще на территории России Обещают интересный, до самого финиша считаю, что организаторы есть опыт и они подготовят интересную трассу для всех участников Спортивную технику представили около 160 спортсменов из 40 стран Среди них и омский экипаж, пилот Евгений Фризоргер и штурман Алексей Шпук Гонщики бросили вызов соперникам в дивизионе для автомобилей типа Багги Омск желает удачи своим землякам Официальный старт ралли «Шелковый путь-2021» состоялся 2 июля на полигоне 242 учебного центра ВДВ Фризоргер и Шпук учли особенности трассы первого спецучастка между Омском и селом Индейко Калачинского района Они уверенно двигались вперед и, несмотря на сложности на финише, показали достойный третий результат Все нормально прошли, немножко до 5 километров до финиша разорвали колесо Но останавливаться не стали, уже дольше меняли бы Поэтому пришли сюда так, сейчас поменяем колесо и дальше вперед Бурный калейдоскоп событий в споре других гонщиков Уверенный старт опытного аргентинского мотокрассмена Франко Каими Захватывающая борьба за лидерство в состязании квадроциклов между польским гонщиком Рафалом Соником и россиянином Александром Максимовым Первая сенсация грянула в категории внедорожников Сразу несколько спортсменов недооценили роль навигации в пыльных отрезках гонки Отклонились от курса, петляли по трассе Еще один сюрприз преподнес губернатор Омской области Александр Бурков Он сопровождал участников гонки на вертолете и приветствовал на финише лидеров Эмоции только положительные, конечно, такого масштабного спортивного соревнования международного уровня у нас давно не было И это немного нетрадиционно для нас, да, если мы знаем моциклетный вид спорта И Мичуи занимается, им увлекается, то когда баги едут, да, едут там класса Т-1 машины или едут Камазы А высокой скорости по пересеченной местности это, конечно, впечатляет Здесь еще большая роль принадлежит штурманам в достижении результата Потому что мы даже сейчас, когда летели, видели, что ряд экипажей потеряли трассу Все, один ушел в другую сторону и попыли все за ним Вот, большой колоссальный разрыв и дальше им приходится догонять В результате появление губернатора совпало с финишем победителя этапа в классе внедорожников россиянина Дениса Кротова Второе время показал Езит Аль Раджи, третье Герлен Шишери из Франции В битве грузовиков отличился экипаж команды Камаз Мастер в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Эльгиза Ахмедзянова Спортсмены проехали дистанцию в 87 километров за 50 минут и 51 секунду И заложили основу для дальнейших успехов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова